В Люберцах наградили победителей открытого окружного конкурса народного творчества «Расцветай наш край талантами». В этом году его провели в четвёртый раз. Члены жюри рассмотрели более 50 работ в 7 номинациях. Лучшие из них увидели и мои коллеги. И на его черты завистливо смотрели непревзойдённые в искусстве мастерам. Никита Андреев в конкурсе художественного творчества участвует не первый год. Изобразительным искусством увлекается с шести лет. Начинал с рисунка, теперь показывает успехи в керамике. Я люблю больше практичность в вещах отчасти. То есть, когда это и красиво, и практично, ну, как-то для меня это больше ценности имеет. Ну, мне нравится изображать предметы разные. И в материале, в глине, и на форматах разных, ну, на плоскости. Я просто хочу именно передать живость каких-то объектов в искусстве. В выставочном зале представлены лучшие работы живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Своё мастерство показали не только юные люберчане, но и ребята из Жуковского, Раменского и Электростали. Я участвую в качестве жюри уже не первый год. И вот я вижу значительный рост. Но я им пожелаю творческих, больших творческих успехов. Естественно, здоровья. Нынешний конкурс посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия России. Народное творчество крайне важно. В последние годы мы стали понимать ещё большую важность значения этники, народной культуры, важность самобытных ремёсел, потому что эта многогранная палитра, она соединяется и объединяет в себе целый рисунок, как вот нашей Великой Родины. В конкурсе приняли участие более 50 мальчишек и девчонок из 13 художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Московской области. Выставка конкурсных работ в Люберецкой картинной галерее продлится до 24 марта. Вход свободный. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.